Весь мир объединился 1 июня для защиты детей. У этого праздника среди других международных дней самая солидная история. Его решили проводить еще в 1925 году в Женеве на конференции, посвященной благополучию подрастающего поколения. В бывшем Союзе его отмечали тематическими семинарами, показами детских художественных фильмов и спортивными соревнованиями. В современной Украине пошли дальше. Уже традицией во многих городах стало проведение парада колясок. Запорожье не исключение. Журналисты акцентов недели прошлись по красной дорожке вместе с мамами, папами и их оригинальными творениями. Этот парад колясок запорожские родители запомнят надолго. Несмотря на проливной дождь, мамы, папы, бабушки и главные герои праздника – малыши – прошли весь намеченный путь по дубовой роще. Правда, некоторые конструкции все же пришлось спрятать в укрытие. Погода нелетная и Николай с сыном Витей на своем самолете пережидают ливень под деревьями. Придумали самолет буквально три дня назад. И сделали его два дня. Это ушла пачка картона и два баллончика краски. А почему именно самолет? Ну, потому что мы в прошлом году не видели самолетов, а решили, что в этом году будет как раз хорошо сделать самолет. Это Витя. Вот он, летчик у нас. По импровизированной красной дорожке проезжают настоящие рукотворные шедевры – коляски в виде фотоаппарата, торта, автомобиля. А семьи примеряют на себя новые образы. Были здесь и племена туземцев, и известные сказочные герои. Я Баба Яга. Это у нас Кащей Бессмертный. Это наша принцессочка маленькая Анастасийка. И главный герой – Змей Горыныч. Детки наши придумывали, потому что сказки любят все. Все хотят попасть с детства. Любой, мне кажется, человек мечтает еще раз побывать в сказке. За самые лучшие сказки, сотворенные самими родителями, организаторы парада колясок вручают ценные призы. Первое место за оригинальность – семье Зинченко. Мне очень понравилась коляска. Но это не просто коляска. Я считаю, это произведение искусства. Это коляска, изготовленная в виде кареты. Очень приятная была коляска. Я понял, что это туземцы были, там были дети. Кстати, было очень много колясок, стилизованных под чумаков, под украинцев. И это очень радует, потому что мы живем в городе, где есть остров Хортица, где есть колыбель украинского казачества. Такая бурная фантазия запорожских родителей воодушевила местную власть на то, чтобы в будущем сделать парад колясок городским праздником с финансированием из горбюджета. Обещают, следующий парад колясок будет еще грандиозней. У тех же, кто пока не созрел для таких мероприятий, впереди целый год на подготовку.